Друзья, всем привет! Сегодня у меня пополнение в мастерской. Приобрел себе шлифовальный станок от компании Warrior. Модель называется Warrior W506. Покупал в магазине Harvey Russe. Ссылочку на магазин оставлю внизу под описанием. Ну а мы с вами сделаем распаковочку, сборку и затестим данный станочек. Станочек поставляется вот в такой коробке. Вес брутто 57 кг, то есть довольно-таки тяжелый, поэтому на стол не стал его сразу ставить. Сейчас распакуем, все уложим на стол и уже посмотрим, какая идет комплектация с данным станочком. Поехали! Итак, что касается комплектации. В одной коробке у нас была тумба, которую нужно собрать, и на нее будет устанавливаться уже наш станочек. Затем столик. Для столика вал. Отдельный набор ключей. Шестигранники и ключ. Так, здесь у нас крепеж. Запасной ремень. Кстати, Harvey всегда ложит запасной ремень. Я покупал у них фуганок, там тоже был запасной ремень в комплекте. Так, транспортир, упор, защита для ленты, патрубок пылеудаления, один и второй. Также сам станочек, шлифовальный круг, инструкция, ну и все, и шлифовальный станок. Так, сейчас мы соберем нашу тумбу и уже на нее поставим наш станочек. Так, первым делом в маленькие стенки вкручиваем ножки. И соединяем стенки вот таким вот способом. Болты уже скручены как надо, то есть две шайбы, грайвер, гайка. Итак, после того, как все протянули, прикручиваем сверху пластину. У нас здесь получается четыре винта с шайбой. Теперь можно устанавливать наш станочек и прикрепить к этой пластине его. Так, после того, как затянули все четыре болта, крепление нашего станочка устанавливаем в защиту. Откручиваем два винта барашка и устанавливаем в защиту. Все, затягиваем. Также здесь у нас расположен рычаг ослабления ленты. То есть, раз у нас лента ослабла. Натяжка ленты происходит двумя гайками. С одной стороны и с другой стороны. Вот таким способом мы снова натягиваем ленту. Затем давайте приклеим диск наш шлифовальный. Для этого открутим вот этот винт и откроем кожух. Здесь, как вы видите, у нас находится также ремень. Так, чтобы наклеить наш диск, немного отклеим краешек. Вот так примерно. Теперь выравниваем все грани. Приклеиваем. И вот таким способом приклеиваем наш диск. Все. Готово. Также можно сюда приклеить и липучку. И в дальнейшем уже спокойно снимать диск шлифовальный. И устанавливать нужную зерне, если будет намного легче. Теперь установим патрубок пылеудаления. Он крепится на трех саморезах. Также в комплекте идет переходник. Под сотую трубу. Вот таким вот способом можно закреплять. Так, теперь установим патрубок пылеудаления на шлифовальную ленту. Для этого откручиваем три самореза. Один, два, три. Угол здесь также можно регулировать. То есть, больше сюда делать наклон. Вот таким вот способом. Сюда и сюда можно подбирать угол. Так, ну и сейчас давайте соберем столик. Собирается довольно-таки просто. Ставится вал. Вот такой. Данный столик мы можем использовать как и с тарелкой, так же и со шлиф-лентой. Сейчас мы установим наш столик сначала для работы со шлиф-лентой. Для начала нужно ослабить две гайки, угол наклона ленты сверху и снизу. Упор нам этот не нужен, его мы уберем. Устанавливаем наш столик вот в это отверстие. Всё, теперь мы можем работать с нашим столиком. Так же на данном столе можно регулировать угол наклона. То есть, ослабляем барашек и можем до 45 градусов наклонять наш столик. Вот таким вот способом происходит регулировка данного наклона. Так, ну и можем попробовать в работе. Угол мы выставили, какой нам нужно. Попробуем обработать вот эту деревяшку. Продолжение следует... И вот что у нас в итоге получилось. Ну и теперь поставим этот столик к нашей тарелке. Попробуем еще на тарелочке поработать. Для удобства вернем ленту в исходное положение. Ослабили два болта и установили нужный нам угол наклона. Также повторюсь, здесь у нас есть шкала с углами наклона. То есть вот стрелочка и здесь уже угол наклона. Ставим какой нам нужно. Итак, установили столик. Теперь попробуем немножко вот такой есть у меня обрезок доски. Попробуем поработать с ним. Попробуем поработать с ним. Как видим, станочек справляется. Ну и сейчас попробуем установить транспортер. Угол 45 градусов. И немножко обработаем брусочек. Музыка. Продолжение следует... Вот так вот обработали угол. Есть у меня вот такой высохший силикон. Сейчас им почистим наш круг и ленту. Вот и всё. Наш штанок готов к работе. Итак, друзья, вот такой обзорчик у нас сегодня с вами получился. Станочек мне понравился. Из плюсов сразу скажу, он тяжёлый, нигде не вибрирует. То есть, как уже сказал в начале ролика, 57 кг тяжёлый. Но в то же время данный станочек придётся где-то установить на определённом месте и там уже работать. То есть из угла в угол его потаскать не получится. Он довольно-таки тяжёлый. Также хотел бы сказать пару минусов, наверное, для меня, скорее всего. Первый – это угол наклона ленты. Регулируется двумя гайками. Верхняя вот здесь и там снизу одна. Верхняя к ней удобно подлезать, закручивать. Нижняя чуть там спрятана за кожухом пылеудаления. Опять же скажу, что каждый раз я не буду угол наклона менять, поэтому для меня это не критично. Также присутствует небольшой люфт в транспортире. Но я думаю, во всех бюджетных он маленький, но присутствует. Также хотел сказать, что нужно работать обязательно с пылеудалением. Я вот сейчас попробовал без пылеудаления. Просто пыль летит. Вредно. Обязательно надо ещё пылеудаление ставить и работать в маске. Ну а так, в дальнейшем буду работать, если какие-то будут косяки. Обязательно буду о них говорить. И самое главное, хотелось бы остановиться на технических характеристиках. Сейчас я приложу фото. Вот оно. На этом фото вы видите все технические характеристики. Так я их не стал озвучивать, потому что мне удобнее приложить фото, и уже каждый человек может нажать на паузу и более детально посмотреть все технические характеристики. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди ещё много интересного. Всем пока, до новых встреч.